здравствуйте дорогие друзья это третье видео про пылесос предыдущие два вы можете посмотреть здесь и здесь сейчас мы разберем и посмотрим что же он себя представляет для начала надо снять защитку вот это вот откручиваем как для замены откручиваем щетки кстати которые в принципе продаются отдельно в случае выхода их из строя то можем купить новые они принципе не дорогие и еще две штучки у нас идут в комплекте как видим пластик и откручиваем вторую главное не потерять винты и дальше друзья буду действовать методом научного тыка буду откручивать все что не попадя под этими винтами под вот этими винтами у нас прячется аккумулятора то есть не обязательно даже разбирать не кажется весь пыли достаточно снять только вот эту часть вот да вот аккумуляторная батарея легко вот она вытягивается аккумуляторная батарея на 2600 миллиампер часов ну вот видите позволяет час сорок ездить 30 почти 30 ватт часа до откладывается надо прикладывать усилия аккуратно не оторвите не оторвите коннектор и я так подозреваю что это вся зона состоит из каких-то датчиков лет видите вот друзья основные датчики 1 2 2 датчика и впереди вот инфракрасник приемник под углом смотрят вот еще один и еще один и в задней части я уже тоже говорил еще один присутствует друзья расщелкиваем теперь без проблем каких-то либо но аккуратно чтобы не нарушить все соединения так вот у нас соответственно моторчик прикреплены не тут двухсторонним вот он создает так сказать всасывание нашей пыли здесь плата управления я не буду доставать не вижу смысла небольшая платка вот сам разобранный пылик два мотора управляют у нас щетками один и второй вот выключатель так это два подпружиненных моторов с редукторами я подозреваю да есть редуктора потому что мотор вот колесико вот то есть так вот сзади тоже инфракрасный приемник для поиска станции или даже чтобы управлять пультом потому что пульт просто управляется просто направляется в пылесос ну и плата управления так что вот так принципе разбирается сейчас я попробую снять но из колес и покажу его вам не не вижу принципе смысла снимать моторы вот эти то есть замена не не сложно откручиваем два винта вытаскиваем и все на видим на коннекторах никакой проблемы с заменой нету снимаем пружинку откручиваем колесо при тремя винтами крепится и отключаем вот вот наше шасси резинка довольно плотно такая хорошая и мотор про моторчик у нас сказано gsd е е 25 73 84 вот мотор ну вот друзья мы разобрали наш пылесос давайте я еще вытащу мотор мотор вот я разбираю друзья колесо пытаюсь где-то пластиковая такая защита еще один вот редуктор защищен от пыли довольно хорошо то есть ведь одна часть вторая часть пыль скапливается на внутренней части я таки снял мотор наш тягу тяговый так сказать засасывающий моторчик крыльчатка по периметру одета резинкой самом тоже на резиновых ножках находится от вибрации по всей видимости и создается за счет такого вот такой типа вакуума и сосу всасывается более хорошо именно за мной за одного отверстия вот с одного отверстия они по бокам не всасывает же колесо это у нас прикручено я уже почти разобрал этот редуктор вот редуктор даже со смазкой у нас присутствует белая для пластика еле разобрал откровенно очень много болтов винтов винтиков и прочего то есть эти довольно плотно ходит чтобы пуль сюда не попала и не нарушила работу шестеренок так что друзья вот такая вот у нас ремонтопригодность данного пылесоса в принципе не вижу тут ничего такого экстраординарного моторчик если в случае чего можно заказать отдельно разбирается в течение получаса с легкими перекурами подписывайтесь на канал ставьте лайки всего хорошего до свидания